Дорогие наши братья и сестры, салам алейкум. Мы в очередной раз с нашим шейхом Асхат Хазратом на утреннем намазе, в мечети. И по вашим опять-таки многочисленным просьбам мы записываем очередную тему, как мусульманам, как верующим родителям не потерять свою связь с детьми в момент их взросления. Как не упустить нужный момент, самый важный момент в воспитании детей, чтобы дети выросли в благодарности Всевышнему, покорности Ему и в сохранении вот этой привязанности к своим родителям, к своим отцам, чтобы в самые тяжелые моменты своей жизни они знали, где искать защиту и к кому обращаться за советом. Иначе в большом городе мы видим большое количество трагедий, когда родители упускают воспитание детей, нужный момент упускают они, и дети уходят из-под влияния, из-под авторитета родителей и попадают в огромное количество несчастных, тяжелых ситуаций, которые ломают им жизни. Вот как этот момент не упустить, дорогой наш шейх, в воспитании наших детей? Уважаемые братья и сестры, уважаемый шейх Руслан, баракаллафейкум, джами'а. Правильно, вот вы заметили, шейх Руслан, и я сам себе говорю, вот тоже мы воспитываем детей, и всем общаясь, когда с отцами, так скажем, да, там с жены общаются, с супругами, общаются с супругами, с собой, отец, он больше как бы должен воспитание своего сына, именно диалог выстраивать правильно со своим сыном, мама выстраивает правильный диалог со своей дочерью. К сожалению, я именно скажу, к сожалению, некоторые, наоборот, этим гордятся, что есть некая такая субординация между, например, отцом и сыном, и отец и сын стесняются подойти, спросить что-то у своего отца. С точки зрения разума и с точки зрения шариата, это неправильно. Если мы посмотрим в Кур'ан, ведь мы говорим, нахм ахмил Кур'ан, и хотим быть из людей, тех, тех людей, которые следуют в Кур'ан, если мы посмотрим в Кур'ан, никогда мы не найдем в Кур'ане диалог между мамой и сыном. Но есть диалог между отцом и сыном, Ибрахим, Алейсалям, Исмаил, Алейсалям, Нух и его сын, Рукман, его сын, то есть везде отец и сын, отец и сын. Если посмотреть, какой же был диалог, диалог был дружеский. То есть мы должны дружить с нашими сыновьями, быть друзьями, не только отцами, которые там, иди сюда, я тебе сказал, там жестко что-то делал, мы должны уметь с ними выстроить диалог, чтобы они нас не то что боялись, они уважали нас и нуждались в общении. Смотрите, что говорит Ибрахим, Алейсалям, своим сыном. Когда, то есть знаете, историю Ибрахима, Алейсалям, он всегда просил до Аллах, Алейсалям, он сказал, «Рабби, хабли мина салихи, Аллах, дай мне, даруй меня из праведных детей». Потом Аллах, Субхану Талай, говорит, «Фабащад наху бигулямин халим». Мы его обрадовали добрым, мягким мальчиком, Алейсалям, 8-6 лет, говорится, что он ждал ребенка. Аллах, Субхану Талай, его супруга тоже смогла забеременеться, родить, помил, Субхану Талай. А потом, когда достиг возраста, примерно 9-летнего возраста, знаете, ему пришло вахят Аллах, Субхану Талай, то, что он должен принести его жертву. И он к нему обращается, смотрите, как обращается, «Я, бунайя, о сыночек, инни арафи манами, анни атбаха». Мне было велено принести тебя в жертву, увидя сон. И после этого, то есть если Ибрахим, Алейсалям, и он пророк, и друг Аллаха, Субхану Талай, ему был приказ, то он не должен отступать от этого приказа, должен выполнять, но он задает вопрос. А ты что, ты как на это смотришь? То есть, Субхану Талай, и так он уже должен выполнить, ну как ты на это смотришь? То есть оттуда ученые говорят, мусасиры, что родители, отцы должны общаться со своими сыновьями, даже в 9-летнем возрасте спрашивать их мнение, выслушать, как они думают. Подчеркивать их значимость. Подчеркивать их значимость. И как ответил его сын, Аллах Субхану Талай встелил ему в сердце, аль-хаммдар, тоже вот эта покорность, «О, мой папочка, делай то, что тебе повинено, то, что Аллах Субхан тебе приказал». То есть он не пошел плакать, там, жаловаться кому-то, он не сказал, что ты мне говоришь, или спорить. И фаалмать, умер, сэй таджиду, иншаллаху, меня сабирин, иншаллаху, ты меня видишь из терпеливых людей. Потом уже история, когда фааламма, фааламма, ассаляма, уэталлаху, лилджабин, улядайнаху, я, Ибраима, кад саддактару, я. То есть, когда уже он привел, повел приносить жертву, то есть из истории, то, что нож не режет, и Аллах Субхан заменил это на барашку, и тогда он слышал голос, и ответил, был правдивым, искренним со мной, ответил на мой призыв, на мой приказ. То есть Аллах Субхан хотел показать, я не хотел принести жертву твоего ребенка, я хотел проверить, кого ты больше любишь, того, кто тебе подарил, или сам подарок. И тут же Аллах Субхану Ва Та Али его назвал Халил Аллах, привлеженный друг Аллаху Субхану Ва Та Али, Аллах сказал, это ясное испытание было для себя. Поэтому отсюда мы понимаем, что мы должны, уважаемые отцы, мы как отцы должны выстраивать диалог со своими сыновьями. То есть, когда мы, например, хотим, чтобы наш сын намолился, намаз читал, некоторые Субхану Ва Та Али заставляют, ругают, Субхану, скажи, сынок мой, как только ты с ним поиграл, ты с ним пообещался, как нам с тобой хорошо вместе. Я хочу так же с тобой в раю быть, чтобы с тобой в раю вечно быть. Ну что, в рай попасть, нужно намаз читать, пойдем, помолимся. В такой форме, когда шейх Насыр, отец у шейха Али Шатри великого ученого, и сам он тоже был великий ученый, и один из сыновья рассказал, когда мы были здесь, мы с отцом часто выезжали куда-то в путь. И мы были молодыми, кому-то 7 лет, кому-то 8, кому-то 9, на утреннюю молитву, когда просыпались, кто-то из нас бывал, просыпал. И он говорит, у меня отец, сейчас это его сын, мы под 50 лет, он не дал в 8-летнем возрасте совет, до сих пор я с этим советом живу. Мы так сильно любили отца, он всегда с нами нас брал с собой. И один раз я, говорит, оползал, не пришел на утреннюю молитву. И он мне потом на нем говорит, ты не читал намаз утренний? Я промолчал. И он мне такие вещи сказал. Сынок, твой намаз для тебя, не для меня ты читаешь, для тебя же. Но однако твой намаз поможет мне перед Аллаху. Это зашло мне в сердце, и я с этими словами живу, и это меня подбодряет, подталкивает, чтобы читать молитву. Поэтому, уважаемые братья и сестры, Мы должны прививать детей к молитве, к хиджабу девочек. Не только там, когда они вырастут уже. С детства. С детства должны призывать к молитве наших сыновей. Как сказал Пракх Мухаммад. Обучайте своих детей в 7-летнем возрасте молитве. И заставляйте уже, если они не читают, замахни и скажи, почему ты не читаешь? Уже в 10-летнем возрасте. Хотя для него обязательства только, когда достигая полового созревания. Для чего? Чтобы когда только он достиг полового созревания, не было для него, как говорится, снег на голову, что-то такое упало. Что он мне должен уже намасчет. Чтобы он был уже, приучился к этому. Поэтому, аль-хамдуля. И всегда мы должны, чтобы... Самое опасное, если наши дети боятся у нас что-то спросить. Самое опасное, если дети стесняются в себе что-то. Они будут скрывать в своих сердцах. И не да, Аллаху, что это может привести к чему-то, к трагедии, о чем мы потом будем сожалеть. И винить никого иного, кроме как самих себя. Поэтому мы должны, аль-хамдуля, выстроить близкие, дружеские отношения. Наши дети должны уважать родителей, но не должны бояться. И видеть спутника жизни в своем отце, в своей матери. И вот это выражение сахибу. Будьте для них спутниками, сопровождайте их по жизни, вводите их во взрослую жизнь. Находясь с ними рядом, являясь для них опорой, советчиком добрым, но не таким вот принуждателем, не таким авторитарным, каким-то лидером, который ломает их характер, но всегда находятся рядом, добрым советом, помощью, оказывать поддержку своему сыну, своей дочери, чтобы они уверенность всегда и умиротворение чувствовали в этом агрессивном мире. Находясь рядом со своим отцом и матерью. Знаете, Шахстан, наши дети, аль-хамдуля, нашим родителям, аль-хамдуля, и всем родителям. Помню, папа Рахмалла, то есть я у своего папы такие отношения близкие были, я его не боялся, но я не хотел подвести его. Вот мы должны стараться, чтобы дети, когда смотрели нам в глаза, они не боялись нам, что-то скрывали от нас. А именно, глядя нам в глаза, они переживали не подвести бы своих отцов, дочери, не подвести бы своих мам. Вот такое вот наше время. Это самая сильная мотивация. Всевышний поможет каждому из вас, иншалла, и в воспитании детей, и в достижении удовольствия Всевышнего. До скорой встречи.